Еще в период моей жизни в России я помню, видела неоднократно репортажи о том, как в Европе пенсионеры, выйдя на пенсию, отправляются учиться в университеты, чтобы получить высшее образование, то, которое они себе не могли позволить в юности. Я тогда думала, господи, людям-то заняться больше нечем на старости лет. Я тогда даже и представить не могла, что все это может произойти и со мной. Привет, друзья! Меня зовут Елена Вивас и вы на моем канале о жизни в Испании. Все мы знаем, что в марте 2020 года, можно так сказать, мир перевернулся. Мы услышали новое практически для себя слово «пандемия». Нас всех закрыли на карантин, закрыли по домам, закрыли границы, границы городов, стран и так далее. В общем, наступил какой-то вообще невероятный коллапс. Вот уже прошло больше года. Я сейчас иногда смотрю свои ежедневные репортажи, воспоминания того периода, которые всплывают на Фейсбуке. Эти фотографии города привидения, да, Сан-Себастьяна. Я тогда жила в Сан-Себастьяне и каждый день мне нужно было выходить из дома. Все было законно. Никаких режимов я не нарушала. Я просто удивляюсь. Господи, как все это мы могли пережить? Одно дело пережить, а другое дело еще выжить и продолжать двигаться дальше. Кто со мной уже давно и на этом YouTube-канале или в других социальных сетях, знаете, наверное, что в Испании я живу уже порядка 10 лет. И все это время я работала в туризме, я работала с русскоговорящими туристами, которые приезжали ко мне сюда на севере Испании, которых я влюбляла в этот зеленый рай на Атлантическом побережье. Я тогда не верила во все эти обещания нашего Дона Педро Санчеса, да, президента Испании, там карантин на 15 дней, а давайте еще на 15 дней. Потому что было понятно, что вирус пришел, вирус пришел к нам навсегда и никакие вот эти вот карантины по большому счету не дадут должного результата и нужно что-то думать, решать, как-то менять свою жизнь. И именно в этот период ко мне на почту пришло сообщение от одного из институтов в Каталонии с предложением, от которого я просто не могла отказаться. Это было предложение получить новое образование. Почему я не могла отказаться? Ну, по двум причинам. Первая причина, это, конечно же, цена, поскольку цена была просто смешная, и это было всего лишь 10% от их обычной цены, да, потому что почему пришла ко мне рассылка на почту, я когда-то в этот институт обращалась, и цены, так скажем, немножко кусались получить образование за 3,5, там было за 5 тысяч. Какой-то новой профессии, которая меня по большому счету на тот период особо не интересовала, так просто интересовалась. Ну, а тут приходит сообщение, годовой курс обучения, 300 евро, и специальности на выбор было очень много, там специальности, наверное, штук 10, 15, 20, не помню, не суть. Я выбрала ту специальность, которая мне была интересна, скажем так, практически с самого детства, поскольку, как бы это все коретнее сказать, потому что родственники меня смотрят, да, я росла в семье, где особой стройностью никто не отличался. И я тогда для себя поняла, что я не хочу такой быть, я не хочу быть солидной дамой, я хочу всегда быть дюймовочкой. Так я себя запрограммировала. И, слава богу, у меня папа выписывал газету «Советский спорт», в которой по вторникам и пятницам была вторая страничка, полностью посвящена здоровому образу жизни, правильному питанию. Вот я ее там, не знаю, с возраста 12-13 лет постоянно читала и воплощала все рекомендации в своей жизни. Благодаря этому я считаю, что, в принципе, для 52 лет, да, я выгляжу неплохо. Спасибо за комплименты. Вот, и поэтому, когда мне пришла эта рассылка, и там было предложение в том числе выучиться на нутрициолога-диетолога, я не могла себе отказать в подобном удовольствии. В принципе, подумала, конечно, там недельку подумала, как всегда, посовещалась с моим директором, директором моей жизни, а это мой сын. Один-единственный, но уже взрослый, и по всем жизненным вопросам так сложилось. Он со мной консультируется, я с ним консультируюсь, такой вот у нас жизненный тандем, хотя и с 18 лет он у меня живет отдельно, и связь у нас в основном только по телефону. Иногда ездим в гости друг к другу, но вот сейчас границы закрыты, мы на территории Испании не можем передвигаться. Когда вот он еще осенью у меня жил в Швеции, могла его навести чем дальше, тем больше возможностей, как оказалось. Вот, недолго думая, недельку подумала, отписалась в этот институт, получила все ответы на дополнительные вопросы, которые меня интересовали. Заключила договор с институтом, получила кучу учебников и начала свой новый путь. Да, курс был рассчитан на год, поскольку у гида в условиях пандемии свободного времени хоть завались, поэтому я училась и денно, и ночно, ну, за исключением перерывов летом, все равно приезжали туристы, да, как раз такую финансовую поддержку получила, поработав, но вскоре границы опять позакрывали, у меня было достаточно много времени интенсивно учиться, вот, поэтому у меня получилось, ну, наверное, месяцев 9-10, сейчас не могу же сказать, вот, я отучилась, сдала успешно экзамены 150 вопросов, получила дипломы, и теперь у меня есть новая специальность, вот, в 52 года я получила новую специальность и могу работать теперь онлайн, то, что в условиях пандемии просто замечательно. Рассказав об таких возможностях, также хочу прорекламировать свой новый канал на ютубе, вон там вот внизу я оставлю ссылку на мой канал уже по новой специальности, как нутрициолог, он так называется, нутрициолог Елена Вивас, где я буду вас знакомить, в принципе, я уже знакомлю, уже выложила на канал порядка 10 новых роликов, где я буду рассказывать о здоровом питании, о долголетии, о счастливой и здоровой жизни, помогать вам и поддерживать всех тех, кто решил встать на этот путь или кто давно на этом пути, но совершает какие-то, возможно, ошибки, не все получается, поэтому переходите по ссылке на этот мой канал, подписывайтесь, видео там у меня запрограммированы уже на несколько недель вперед на ежедневный их выход, так что смотрите и живите счастливой и здоровой жизнью. Что же будет с этим каналом? Этот канал я тоже буду продолжать, также буду продолжать снимать для вас ролики о жизни в Испании, о путешествии по Испании, в основном, конечно, по северу Испании, надеюсь, что скоро, скоро, скоро откроют у нас границы между автономиями, и я смогу путешествовать, у меня нет ни одного еще почему-то видео ни об Астурии, ни о моей обожаемой в Галисии, где я провожу уйму времени, но вот так сложилось, что ни одного ролика пока еще нет, и как только откроют границы внутри Испании, в первую очередь, конечно, поеду снимать для вас репортажи из Галисии, а сейчас нам только остается набраться терпения, ждать и придумывать для себя какие-то новые сценарии в этой жизни, да. Чем я сейчас, вот мне часто спрашивают, Лена, а что такое нутрициолог, да, чем ты там сейчас там занимаешься? Я провожу консультации, провожу консультации по здоровому питанию, разбираю привычки вашего пищевого поведения, мы выявляем ваши сильные стороны, слабые стороны и становимся на путь правильного питания, разнообразного, вкусного, изобильного. Я абсолютно против каких-либо строгих ограничительных диет, я абсолютно против голодовок, так как я сама люблю вкусно, хорошо покушать, вот, но я знаю, как это сделать, и тем более я уже профи, я специалист по средиземноморской кухне, которая является одной из самых здоровых в мире, да, и это не голословные слова, а это то, что признала ЮНЕСКО, ЮНЕСКО, средиземноморскую кухню, всемирным нематериальным наследием человечества и самой полезной диетой. Чем еще я занимаюсь? Я беру вас на коучинг по здоровому питанию, то есть помогаю практически в ежедневном режиме поддерживать вас, направлять на путь истинный в области правильного питания, поддерживать вас в случае срывов и так далее. Вот, ну и как любой нутрициолог, конечно же, я прекрасно знаю, что в нынешней ситуации невозможно все необходимые нашему организму питательные вещества и витамины получить с продуктами, поэтому я также консультирую вас по нутрицептикам и помогаю также правильно подобрать для вас пищевые добавки, которые помогут вам укрепить ваш иммунитет, оставаться на плаву, быть бодрыми, веселыми, энергичными и двигаться дальше вперед, чего вам всем желаю. Всем пока-пока! С вами была ваша Елена Вивас.